Выезжать за границу или устроиться на вторую работу, разрешенную законодательно, чиновник не может, не уведомив об этом главу городской администрации. И неправильное оформление декларации о доходах может иметь серьезные последствия вплоть до увольнения с работы. Заместитель прокурора города обратил внимание сотрудников администрации, мупов и на дисциплину муниципального служащего. И правила дорожного движения, и любые встречи вместе на администрации, все теперь может открыто фиксироваться и быть предметом для служебной проверки. А самое главное для представителей городской власти – четко исполнять свои обязанности и не нарушать закон. Как раз в его рамках давать компетентные ответы на обращения граждан, а не отправлять им формальные отписки, которые в итоге влекут за собой затягивания по времени. Один проект ответа гуляет между структурой и нашим управлением до момента нормальной подготовки ответа, чтобы его можно было передать на подпись руководителям города до 11 раз. Такое нарушение было в частности, к примеру, выявлено департаментом городского хозяйства. В этом году в администрацию города поступило 11 400 обращений граждан и организации, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Этому во многом способствуют личные приемы как заместителей, так и мэра города. Анатолий Пахомов еще раз напомнил, что каждую субботу он поочередно в районных администрациях проводит прием граждан. Конечно, лучше записаться на прием заранее, но если вопрос требует безотлагательного решения, сочинцы могут приходить и без записи. Более того, теперь согласно указу президента о мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан, который вступил в силу 1 июля, все обращения будут размещены на сайте, а ответы отправлены в администрацию президента. А фонд информационной демократии по поручению главы государства будет анализировать результат рассмотрения жалоб. Мы должны сегодня работу, которую будет вести этот фонд, поставить на такой же уровень. Эта работа должна быть открытая и, конечно, плодотворная. То есть то, о чем мы сегодня с вами говорим. Открытое и плодотворное. То есть наши горожане должны получать все те услуги, которые не противоречат закону. Все остальное должно решаться. И совсем недопустимым глава города называет ситуацию, когда и в 2016 и 2017 году человек получает из администрации города один и тот же ответ, как допустило это управление архитектуры. Также Анатолий Пахомов жестко пресек инициативу управления земельного контроля по сносу незаконной пристройки на придомовом участке, который находится в собственности нескольких граждан. В этом вопросе его поддержала заместитель прокурора. Она, естественно, задает логичный вопрос, что если мою незаконную пристройку администрация нашла время, пошла на проверку, заявила из косноси, суд удовлетворил из косноси администрации, а в этом же дворе мои соседи точно такие же пристройки построили, их никто не приходит, не проверяет, вот коррупция. Цель моя какая? Говорю, ездите по микрорайону и следите, чтобы никто не начал рыть котлован там и так дальше. Мы же непонятно почему залазим с контролем с этим в старые, давным-давно в советское время построены эти пристройки, и притом однобоко. Глава города потребовал от своих подчиненных провести служебное расследование и восстановить справедливость, и аннулировать из косноси. Как подчеркнул мэр, такие единичные случаи подрывают доверие населению к власти и недопустимы в работе, масштабы которой колоссальные. Так, например, Сочи занимает первое место по реализации социальных программ для населения. Это касается ремонта и строительства школ, больниц, детских садов. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.